Вологодского волка собакоида выследили и ликвидировали охотники. В Вологодской области охотники смогли выследить и ликвидировать опасного волка, который крал собак. Для поимки хищника использовали тепловизор и ночной караул, что и было успешно применено. Волка отстреляли, местные собаки могут спать спокойно, передает Вологда. Дефис, поиск, точка, русобаки, частая, жертва волков, особенно собаки на цепи. Волки быстро соображают, что возможности жертвы ограничены и данная цель является легкодоступной. На Сахалине не прекращается снегопад, замело дорогу в собачий приют. В Долинском районе просят о помощи собачий приют. В Долинском районе просят о помощи собачий приют. Он частный, помощи ждать можно только от добровольцев и пожертвований неравнодушных людей. Огромные массы снега завалили территорию, на которой размещены в будках собаки, видео. Животные выбрались из будок, еды у многих нет, она осталась в занесенных метелью собачьих домиках. Чтобы расчистить проезд к приюту и его территорию нужен, трактор, нанять его стоит недешево. Муниципалитет все силы бросил на расчистку дорог и улиц для населения и помочь не сможет, сообщил Ио Аств. В Вологодской области полиция обратила на одиноко сидящего в снегу у дороги пса. Оказалось, он потерялся и не понимал, куда идти. Бурятский фермер разнес голову своему гостю из охотничьего ружья. В бурятском городе Гусиноозерск пройдет суд на мужчиной, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в голову своему гостю. По данным следствия, в ноябре 2023 года фермер пригласил к себе в хозяйство трех помощников. Вечером во время ужина с алкогольными напитками между хозяином и... ...с одним из приглашенных мужчин произошла ссора. Фермер схватил охотничье гладкоствольное ружье и выстрелил в голову обидчика. Тот скончался на месте. Прибывшая полиция во время обыска обнаружила в доме еще одно ружье, на этот раз кустарное нарезное, а также ряд боеприпасов. Хозяин фермы был задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает МК в Бурятии. В Кузбассе Куница играла с людьми, а через час умерла. Видео с диким животным, пришедшим к людям, размещено в ТК-канале. Видео с диким животным, пришедшим к людям, размещено в ТК-канале. Куница не убегала от человека, оглядывалась вокруг и обнюхивала ботинок на ноге у мужчины. Не бросалась и выглядела упитанной и здоровой, с блестящей шерсткой, сщурилась от яркого солнца и белого снега. Однако в ветклинике, куда ее отвезли, она через несколько часов скончалась. Анализ должен показать, была, если Куница заражена опасной инфекцией. Ранее сообщалось о Кунице, которая залезла в комнату к ребенку. Девочка не растерялась и быстро вызвала спасателей. Инцидент случился в Башкирии. Капканы они обходят, в якутскую деревню волки заходят целыми стаями. В усть-алданском районе Якутии волки стаями заходят в жилые поселения и пугают жителей. Население отмечает, что по округе села Бярии бродят сразу три стаи волков, состоящих из разного количества особей, от трех до семи. Мужчины расставили капканы, однако из всей шатающейся своры в них попался. Лишь один, остальные хитро обходят ловушки. Жители отмечают, что установили целую сеть капканов по кругу, а каждые выходные проводят обход. Отмечается, что хищники уже облюбовали одну из местных школ, а также устраивают ночные концерты воем по ночам, передает Сахамедия. Читайте также, по волчьей теме, Россия подсчитала своих волков. Бойня под Курганом стала прецедентом ночная бойня. Волки загрызли насмерть женщину и порвали трех. Мужчин срочно требуются охотники. Волки и шакалы добрались до Волгограда минус одна стаи. Кировские волчатники дали бой местным хищникам Волгоград. Объявил войну нашествием волков. После укуса человека якутские министры готовят федералов к нашествиям волков. Алабай еле выжил. Голодные волки. Перебили целое стадо хозяйских овец, кровь и кости. Ксковские волки пожирают собак уже вместе со щенками в Калмыкии. Продолжается охота на волков, лис и шакалов в Нидерландах. Обнаглевшие волки нападают на собак при хозяине. Видео. Жрущих собак псковских волков охотники перебили сразу после. Праздника все собаки съедены. В Карелии волки продолжают кошмарить население в Туве, начата масштабная спецоперация. Волки довели фермеров до ручки. В Карелии 12 человек выслеживали три дня. Стаю волков в Монголии отгоняют волков от овец с помощью беспилотника. Видео. Волгоградка хотела прогнать бешеного волка. А он вцепился ей в руку, в уральские поселки вернулись волки. Охотники готовы их встречать. Вместо волков пришли шакалы. В Ростовской области бьют тревогу в Приморском крае. Гибриды волкособы и вороны стали предметом охоты в Калмыкии. С помощью охоты регулируют численность хищных. Зверей в Вологодской области 66 охотников получат выплату за волка. Голодающие волки продолжают совершать набеги на карельские села. Пришли в поселок. Из леса. Карельские волки начал поедать собак. Хищники рады мусорной проблеме. Томские помойки облюбовали волки. Волки достали жителей Карелии. Регион. Бросает вызов хищникам волчий террор в России. Осеннее обострение вечно голодного хищника в Монголии. Женщина голыми руками смогла забить насмерть. Волка, отец и сын в Якутии застрелили убивавших табунных лошадей волков. Добытых волков в Мурманской области планируют учитывать в реестре отгружают. Десятками. Архангельская область борется. За силием волков петербургские волки подорожали. Карельские по-прежнему дешевле страшные набеги. Вслед за. Испании волки пожирают Грецию и Болгарию. Держитесь там. Охотникам за Байкалья показали кукиш. За волчьи шкуры Бриджит Бардон назвала безумием решение. В Швейцарии по отстрелу волков провинции Испании бьют в колокола. Волки съели уже половину страны тотальный отстрел. Охотники Бурятия объявили волкам. Волчья луна. Первая полнолуния нового високосного года. С Илакуоу. Волчьей луной Иракуоу. Энт Нпс. Называют ночь в первое полнолуние нового Инпс. Года волчьей луной. Называют ночь в первое полнолуние нового года. Своё название явлению дали индейские народы, которые считали волка тотемным животным. Менее распространенное название – луна охоты на медведей. Прежде всего полнолуние – эффектное природное явление, которое интересно наблюдать вдали от городского света. По московскому времени пик полнолуния придется на 20 часов 54 минуты. Сибиряки смогут наблюдать волчьи луны во всей красе в 0 часов 54 минуты. На указанное время приходится максимальная яркость свечения, поскольку в это время луна оказывается ближе всего к Земле. Для невооруженного взгляда луна будет казаться полной, начиная с 24 января. Согласно мифологическим преданиям в период полнолуния, нужно формировать свои цели и заветные мечты, превращая их в планы, чем точнее они сформулированы, тем больше шансов на исполнение. Также в волчьей полнолунии необходимо выполнять обязательства, возложенные на человека природой, например, позаботиться о братьях наших меньших. Пишет МК в Новосибирске, на Кубани стая волков в странном ожидании окружила тракториста в поле. В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края стая волков во время работы тракториста в поле окружила машину и помешала работе. Мужчина насчитал 10 хищников, которые кругом наступали на трактор, не испугавшись работающего мотора и самого тракториста. После некоторой стоянки мужчина начал движение, однако волки не убежали, они еще следовали за ним некоторое время, после чего все-таки покинули поле и ушли в лес, передает аргументы и сфакты. Кубань. Башкирские браконьеры забили целое стадо кабанов в природном парке. В Бешбулякском районе Башкортостана задержана группа браконьеров, которые на территории природного парка устроили облаву на стадо кабанов. По данным следствия, в лесу обнаружены туши пяти самцов и трех самок кабана, которых уже начали разделывать злоумышленники. Помимо незаконной охоты стада, кабанов было отстреляно на территории природного заказника, где любая охота в принципе запрещена, кроме специального регулирования популяции под контролем экспертов. Никаких документов на охоту у задержанной группы не обнаружили. Ущерб природе оценен в сумму около полутора миллионов рублей. По факту, преступление возбуждено уголовное дело, сообщает utv.ru. Амурчанин не смог проскочить зайцем с браконьерской добычей. В Амурской области охотинспекторы провели документы и содержимое рюкзака местного жителя, находящегося на территории охотничьих угодий Бурятского. Документов на охоту и разрешений на добычу у мужчины не оказалось. В ноше у него находился туша зайца, убитого незаконным способом, с помощью петли. Из объяснений задержанного следовало, что уже мертвого зайца он нашел в лесу. Ответа на вопрос, что он делал на отведенной для охоты территории без разрешений, мужчина подобрать не смог. Теперь его ждет штраф, незаконно полученной добычей он лишился. Сообщил с МК в Хабаровске. Ранее охотники сообщали о башкирском охотнике, который, выслеживая зайца, заблудился в лесу. Его нашли в 30 километрах от места входа, в лес. Бешенство у отстреленного курганского волка не подтвердилось. Получены результаты экспертизы отстреленного волка. Предварительное лабораторное обследование. Наличие бешенства у волка не подтвердило, пишет Интерфакс со ссылкой на департамент АПК Курганской области. Лабораторные исследования биоматериала. Волка продолжаются, возможно, у него имелось другое заболевание. Нападение на людей произошло в ночь с 22 на 23 января. Одна женщина в результате. Полученных рваных ран скончалось спустя несколько часов. Два человека находятся на амбулаторном лечении, один – на стационарном. Глава округа Антон Волков, комментируя произошедшее, отметил, что территория Петуховского муниципального округа полностью прочесана. Следов волков не обнаружено. Сохраняется режим чрезвычайного положения. Школьники всех селений переведены на дистанционный режим обучения. До 27 января отменены. Культурно-массовые мероприятия. Наиболее вероятной версией активности волков в Курганской области остается сезонная миграция косуль, которые стадами приходят из соседних регионов. И Казахстана ранее охотники сообщали о том, что пострадавшим от нападения волка на людей в курортном поселке озера. Медвежье выплатят компенсации, в том числе семье погибшей женщины. На Сахалине браконьеры заплатили 4,7 миллиона рублей за отстрел 26 оленей. В отношении четырех жителей Сахалина вынесен судебный приговор. В отношении четырех жителей Сахалина вынесен судебный приговор. Обвиняемые отстреляли 26 краснокнижных оленей, в том числе самок, готовящихся произвести потомство. Туши животных были увезены, а головы, конечности и прочие останки нашли местные жители. Беспредел произошел в Ахинском районе в феврале 2023 года. На след браконьеров вышли, все четверо были задержаны. Один получил условное лишение свободы, трое, реальное, шесть, одиннадцать и двенадцать месяцев колонии. Ущерб в размере 4 миллионов 740 тысяч рублей, возмещен. Источник Иоаств. В Архангельской области нашли пропавшего охотника живым. 22 января родные, томимые самыми плохими предчувствиями, позвонили спасателям, а уже через двое суток пропавшего охотника обнаружили 22 января. С родными, томимые самыми плохими предчувствиями, позвонили спасателям, а уже через двое суток пропавшего охотника обнаружили. Он находился в охотничьей избушке, самостоятельно двигаться не мог, сорвал спину, толкая забуксовавший снегоход. ЧП случилось в районе Казанских озер. Охотника уложили в сани и привезли в село Белое озеро. От госпитализации в районную больницу мужчина отказался, сообщил МК в Архангельске. В Мариэл помощь потребовалась рыбаку. Он не смог дойти домой и вызвал спасателей. Старики-разбойники. Владимирский пенсионер застрелил приятеля. В Петушинском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего охотника. В Петушинском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего охотника. Он случайно ранил своего 63-летнего приятеля, отчего тот скончался на месте. Пенсионеру вменяется причинение смерти. По неосторожности. Обстоятельства трагической случайности устанавливаются, сообщил МК во Владимире. А в Бурятском гусиноозерский фермер в ходе ссоры застрелил своего рабочего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова